Микс Ньюс. Добрый день, наши радиослушатели. Вот так вот мы ворвались в эфир уже с нашей гостью. Сегодняшнюю программу «Разворот». Её проведу сегодня я, Анастасия Смоловская. Звукорежиссёр Евгений Копеин помогает. Глава Латвийской ассоциации специалистов по питанию. Диетолог Лолита Неймена у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Сразу напомню, телефон напрямого эфира. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Думаю, что сегодня номера вам пригодятся как никогда, потому что тема актуальная, как никогда. И, в общем-то, обо всём об этом и говорить будем. И о правильном питании, о лишнем весе, и о всех тенденциях модных, которые сейчас. Это мифы. Действительно, что-то, до чего дошли учёные в том числе, и чему можно верить. Об этом, обо всём мы в течение ближайших 40 минут будем говорить. И в WhatsApp можете нам писать 2306191. Появилась статистика, что нормальный индекс массы тела зафиксирован всего у 39,5% жителей Латвии. Индекс массы тела остальной части жителей не отвечает норме. Это были результаты исследования Центра профилактики контроля заболеваний за прошлый 2018 год. Избыточная масса тела зафиксирована у 34% жителей, ожирению 24% жителей. Такая статистика так себе на цифрах выглядит. Это больше, меньше, чем обычно. В какую сторону мы движемся? Ну, к сожалению, движемся не в хорошую сторону. И то, что, наверное, меня как врача в основном волнует, что действительно сейчас, если мы смотрим на детишек, ну, скажем, первого, второго класса, тогда, если видим такого очень стройного, он выделяется из всех других и кажется, что-то с ним не так. Почему он такой худенький? И это действительно очень-очень ужасающая вещь, да, что становятся действительно наши дети более тучные. И это грозит очень-очень плохими такими действительно рисками. И если взять, наверное, лет 30 назад, вообще не было такого, чтобы у подростков был сахарный диабет второго типа, потому что это всегда связывалось с людьми пожилого возраста с лишним весом. И сейчас вот такая статистика. И действительно то, что мне кажется действительно ужасно, что в нашей больнице, республиканской детской больнице, есть программа лишнего веса для детей. И мои ученицы там работают в такой мультипрофессиональной команды, там и врач-рихобитолог, и специалист по питанию, физиотерапевт, психолог. И действительно мои коллеги рассказывают, что там детки появляются 120-130 килограмм. Ну, конечно, это... А дети это какой возраст? До 18 лет. Ну, там 130 не будет, конечно, пятилетнему, но такие 80-90 килограмм, это вообще такие цифры, кажется, ну, где мы вообще дальше идём. И вот я как раз вот про детей. Ну, и, конечно, не только дети, да, если мы посмотрим, может быть, на людей, которые уже за 50, там почти кажется, ну, не половина, там намного больше, чем половины будет. И сейчас вот такая интересная ситуация, что с одной стороны есть люди, которые, ну, можно сказать, у которых орторексия, значит, ну, такое очень-очень усиленное мышление про питание, слишком уже, да. Мы сейчас говорим про такую вещь, как health system, когда рядом с прявольным питанием ещё, ну, такие... Ну, человек буквально озабочен своим здоровьем, и это, ну, тоже слишком. А с другой стороны, есть люди, которые вообще не занимаются ни спортом, ни физкультурой, кушают, что им нравится. Часто нравятся, может быть, не самые хорошие вещи. И вот сейчас действительно вот можно видеть, что очень такие большие разницы. И с одной стороны, мега-супер такие здоровые, а с другой стороны, действительно, люди, которые вообще не интересуются этим. Вы вот назвали детей, упомянули детей, когда вот этот детский жирок, который вроде как ещё младенческий, он считается нормой. До какого возраста? То есть, какого возраста ребёнок уже должен быть нормальным? И на причитание бабушки, что какой-то он худенький, уже не надо обращать внимания, вполне нормальный ребёнок должен быть. Ну, вообще, надо начинать смотреть с самого начала, когда будущая мама уже думает, что у неё будет ребёночек. Во-первых, очень важно, какая мама сама, потому что мамам с лишним весом и с ожирением, ну, во-первых, труднее стать мамами, а если они уже стали, и если ребёнок рождается больше вот этого нормального веса, это уже первое, что плохое. И вот часто люди радуются, когда малыш рождается больше, чем 4 килограмма, он такой красивенький, пухленький, но этим радоваться не надо, потому что чем больше ребёнок рождается, опять, ну, больше риски, что он потом пожизненно уже будет с лишним весом. И, ну, ситуация до школьного возраста более нормальная, потому что всё-таки я рада, что мы приняли в Министерстве здравоохранения такие нормы, которые всё-таки говорят, как надо кормить детей в предшкольных предприятиях. Я знаю, что были даже такие, как родители якобы были недовольны, что сейчас уменьшилась эта калорийность, но всё-таки это не так, потому что действительно в детских садиках вот ситуация более нормальная. К тому же я, поскольку моя главная работа, я вожу программу по питанию в регистратной университете, и в этом году закончила одна моя студентка бакалаврускую программу, и у неё как раз тема вот этой программы, испытания было посмотреть, как родители, они довольны питанием в садиках или нет. И здесь были обслушаны родители и государственных в садиках, и частных в садиках, и заключение такое – родители довольны, да. Ну, в основном на очень большом проценте, и поэтому вот в садиках до 7 лет, в принципе, ситуация довольно-то нормальная. А потом проблема у нас где начинается? В том, что мало подвижности, или в том, что еда у нас? У нас всё-таки калорийно, и всё доступно, и конфеты всегда на самых нижних полках, все калорийные, так, чтобы было доступно ребёнку, и проходя он обязательно зацепит что-нибудь в этой полке. Ну, во-первых, в садике обычно у детишек нету своих денег. Они в основном не идут в магазин и ничего сами не покупают. А как ребёнок уже начинает школьный, но всё-таки у него появляются какие-то денюжки. И, ну, я никогда не видела, что в магазине ребёнок бы покупал себе там морковку, или капусту, или яблоки. Но это очевидно, что они покупают. И часто это, ну, если одноклассник покупает это, это и мне нравится. И, конечно, вот эти вещи, все эти сладости. И сейчас, наверное, в основном надо говорить про сахар, потому что если взять науку питания, то сейчас однозначно сахар считается врагом номер один. И часто люди думают, если сахар, значит, это конфетка, или это, может быть, сахар в чаю. Но сахар может быть и в таких продуктах, даже очень много про которых мы думаем, ну, это же полезно. Например? Это актимел, это йогурт, это сухие хлопья, которые мы даём, может быть, на завтрак. И если мы сделаем такую комбинацию, сухие хлопья с каким-то йогуртом, мы можем получить огромное количество сахара. Сахарная бомба. Да, потому что для ребёнка, ну, конечно, в зависимости от возраста, от нужды в калориях, ну, сахар может быть 12-15 грамм в день. Если мы возьмём двухлитровую бутылку лимонада, то это примерно полмесячная доза сахара. Вот я бы хотела, чтобы родители запомнили, что если давать лимонад, да, и неважно, это будет по названиям, не буду называть коричневого цвета, жёлтого или оранжевого, это может быть квас, нам кажется, что квас, это же, ну, более полезно, то да, это полмесячная доза сахара. И, наверное, если шутя, тогда я говорю, можно давать по чайной ложке два раза в день, и потом, конечно, зубки надо помыть. Обязательно. Да. А для взрослых людей, насколько мы вообще часто смотрим на эти этикетки, вы уже правильно сказали, что в нашем представлении сахар – это сахар, пачка сахара, это сладости, конфеты, ну, может быть, уже чуть-чуть идёт мышление в ту сторону, что и там в сусах различных может быть сахар, но вот мы читаем этикетки, там написано большими буквами без «Е» добавок, мы радостно берём и радуемся, что там ничего вредного нет. Да, часто мы правильно заметили, часто люди, может быть, видят, ну, вот, например, йогурт, процент жира 0,1, но не посмотришь, сколько там сахара. То есть он может быть нежирный, но при этом с большим количеством сахара. Да, конечно. И литр йогурта может содержать даже до 160 грамм сахара. Для взрослого человека в день, ну, если он не спортсмен и не бегает каждое утро 10 километров, то это примерно в день 20 грамм, ну, 25. Значит, можно опять же подумать, что литр йогурта может быть на неделю, сахарная доза. При этом, если не добавлять сахар ни в кофе, ни в чай, там не будет ни печенья, ни булочка, ни что-то такое. Ещё вот в этом исследовании говорится про ожирение и про лишний вес. В какой момент начинается вот эта черта ожирения и лишний вес до какого веса? Ну, вес это будет, конечно, индивидуально, но обычно мы используем формулу Body Mass Index или индекс массы тела. Да, до 25 это норма, 25 до 30 это лишний вес и за 30 это уже ожирение. А формула очень простая. Мы берём килограммы и делим на наш рост в метрах в квадрате. Ну, примерно, если 70 килограмм, рост метр 70, тогда 70 делим на 1,7 в квадрате и получаем. Конечно, есть разные калькуляторы, но можно просто и таким образом. Ещё очень хорошая такая мерка, которая очень простая. Надо взять сантиметровую ленту и померить талию. Для женщин 80 это красное число, до 80 это норма, для мужчин это 94. Ну, если посмотрим, зайдём в магазин и там, где продаются пояса, можно видеть, что пояса для мужчин там есть и метр 20, и метр 25, да. И обычно я мерю эту талию и тогда говорю, вот эта часть, это жирок, который полностью лишний. Потому что самый плохой жир, конечно, это тот, который называется вестеральный, который находится в полости живота. Самая проблемная зона, мне кажется, и у мужчин, и у женщин. Мы сейчас прервёмся на новости рекламы и продолжим после перерыва. Не переключайтесь. Глава Латвийской ассоциации специалистов по питанию, диетолог, а также профессор Рижского университета имени Страдыня, Лолита Неймана, у нас сегодня в студии. Говорим мы о правильном питании. Можете нам звонить, задавать свои вопросы, если такие у вас имеются. 6,7,2,12,93,9, 6,7,2,13,93,9. Перед перерывом на новости рекламы начали мы говорить о проблемных зонах. Это вот тот самый живот. И сейчас вообще очень много разговоров о том, как с этим лишним весом бороться. Раньше читалось, что спорт – это залог успеха. Теперь говорят о том, что нет, только спорт не поможет. Всё-таки залог, и большая часть успеха зависит именно от питания. Ну и опять-таки появляется невероятное количество диет. Мне кажется, с появлением Инстаграма и всевозможных аппликаций их ещё больше. Ты можешь выбрать, какую ты хочешь. И, наверное, самая модная из последних – это кето-диета. Есть ли у неё какие-то нюансы и побочные эффекты? Потому что пока всё, что говорят, это прям сплошные плюсы. Да. Спасибо за вопрос. Ну, если насчёт питания и физических активностей, ну, моё мнение, что это примерно 90% – это питание, 10% – физических активностей. Хотя, с другой стороны, можно терять вес вообще без активности, но тогда, конечно, фигура не будет такая привлекательная. Но часто действительно люди идут в фитнес и занимаются спортом, но если не меняют питание, вообще никаких практически не будет изменений. Потому что одна вещь, которую я хотела бы особенно подчеркнуть, что самый максимум, ну, так, в среднем, вот обмена веществ – это 20 лет у человека. Дальше уже каждое десятилетие нам надо примерно 150 калорий меньше. Ну, в 30 лет – минус 150, в 40 – минус 300 и так далее. От нормы? От нормы. А нормы на сегодняшний день? Ну, это, конечно, индивидуально, от физических активностей. Есть такой коэффициент, про который можно посмотреть. Но работая ежедневно с студентами, это молодые, физически активные, стройные люди, особенно те, которые в моей программе, у нас нет студентов с лишним весом, так в среднем эти студенты в день не съедают больше 1500 калорий. Хотя по нормам это якобы меньше. Но при этом они стройные, они физически активные. И особенно надо быть осторожным, когда уже идёт за 40, за 45 лет, и когда действительно с каждым годом мы должны кушать меньше. С одной стороны, я говорю, это же прекрасно. Чем старше, тем меньше денег на питание. Тем больше остаётся денег для разных увлечений, путешествий, красивых сумок, туфлей. Но людям это не нравится. Хочется, чтобы могли кушать так же, как в молодости, и нигде ничего не откладывается. Но, увы, к сожалению, так не бывает. Насчёт разных деток, да, конечно, в последнее время очень популярна эта жировая кето-диета. И если смотреть исторически, она была создана для пациентов, у которых очень серьёзная форма эпилепсии, которая плохо лечится медикаментами. И её используют в случае, когда у детей эпилепсия. Но эта диета очень сложная. Она практически не содержит углеводов. Это в основном жиры и белки. Для здорового человека это пробовать. Конечно, если почитать в интернете, там одни плюсы. Если почитать литературу научную, уже обоснованную на испытании, там мы найдём очень много рисков, которые может быть. А с другой стороны, хорошо, что её полностью соблюдать так трудно, что обычно люди не выдерживают долго. Потому что, может быть, сначала кажется, почему нет, утром на сковороде пожарить бекон и яйцо. Но если это пойдёт днями, неделями, это очень трудно выдержать. И слава Богу, что так. Потому что действительно диета не физиологическая. И если есть какой-то такой действительно рацион, рационный такой смысл, то это да, при болезни, при эпилепсии. Есть ещё такие испытания, что и при аутизме, может быть. Но, в принципе, при таких очень-очень серьёзных заболеваниях. А так просто человеку, у которого лишние 10 кг начать такую диету. Тем более, если летом, тогда там не будет ни одной клубнички, ни одной ягоды. Ну, это я вообще не могу представить. И диеты, конечно, идут и меняются. Какое-то время обратно очень популярная была диета Дюкана. Опять же, очень много критики, потому что так много белков кушать – это тоже не физиологически. И потом люди, которые… У меня было достаточно много пациентов, которые такую диету испробовали. Потом практически неприязнь к белковым продуктам появляется, потому что когда они кушаются за много. А, во-вторых, прекрасно вес обновляется обратно. И вот этот называемый эффект йо-йо, он, кстати, очень-очень плохой для организма. Да, это когда туда-сюда вес. Да, когда сюда-туда. И, ну, диеты… Я не знаю, если назвать, сколько вообще диет в мире. Ну, я не знаю, никто, наверное, не подсчитал. И будут опять новые и новые. И поэтому я считаю, что самое важное – учить уже в детском садике детишек насчёт правильного питания. Дальше эти знания даются уже в школьном возрасте. И дальше вырастает поколение, которое уже знает, что это здоровое питание. И вот эти молодые образованные родители уже своих детишек тогда учат. И вот тогда, тогда, ну, кажется, может быть, будет какой-то успех. Но… Есть же, помимо… Вот вы, да, упомянули, что с сада или там с начальной школы надо уже что-то вкладывать, какие-то вот эти знания. Но есть ещё привычки, которые передаются из поколения в поколение. Может быть, вы, там, работая с этими людьми ежедневно, какие самые страшные привычки на сегодняшний день? Не знаю, там, пельмени с хлебом есть. Ну, вот… Что самое страшное? Я думаю, что, может быть, не то, что… Ну, да, может быть, сказать, что не страшное, но плохое – это всё жарить на масле. Потому что очень многих в кухнях есть, конечно, сковорода, и рядом же стоят две вещи, которые мне не нравятся. Это соль и растительное масло. Конечно. Да? И все же, конечно, слышали, что растительное масло так полезно, и всё надо использовать. Но сейчас, кстати… Во-первых, насчёт количества этого масла, там особенно нельзя увлекаться. Это в день, может быть, 20 грамм. Это такая хорошая столовая ложка, да? И, может быть, не больше. А с другой стороны, сейчас очень актуально говорить про то, что вообще в большой температуре жарить в жирах – это очень плохо. Не говоря уже, конечно, про фастфуд, который варится вообще в котлах с маслом, да? Ну, и в том числе и дома, когда мы жарим на сковородке. Ну, это температура, которая, если она увеличивается больше, чем 220 градусов, мы рискуем тем, что мы получаем самые плохие жира, называемые трансжирные кислоты. А с другой стороны, да, часто вот говорят, растительное масло хорошее, хорошее, и мы всё жарим, начиная с яиц, дальше блинчики, дальше рыбка, мясо, всё, всё. И ещё добавляем, если вот этот муку и яйцо, вот такие обжаренные вещи, мне кажется, вот действительно самые плохие, наверное. Надевайте наушники, есть звонок, примем его. Добрый день. Добрый день, Сергей Федорович. Спасибо большое за возможность задать гостям вопрос. Десять лет назад в Латвии закрыли всю сахарную отрасль, да, Леповский, Юргавский, сахарный завод, Перевалку, я как-то, благодаря этому, в том числе, у нас появилась такая, такой заменитель сахара, как аспаркамп, который сейчас добавляет, в том числе, и в питьевые напитки минерального свойства, не минерального, а газированного свойства, подаем гигазированную воду. Скажите, пожалуйста, какие, может быть, действия должно выполнить латвийское государство для того, чтобы оградить своих жителей от всех ядов, которые нам добавляют в пищу. Благодарю, всего вам доброго. Спасибо за вопрос, но так сказать, что потому, что закрыли фабрики, поэтому появился аспартам, ну, я, наверное, не согласна. То, что, конечно, это политика Европы, и насчет вот этих сахарных фабрик, но, с другой стороны, я не могу тоже сказать, что добавляются яды в продуктах, да, если мы думаем даже про вот этих сластителей, про разных пищевых добавок, которые мы видим с буквой «э», они тоже разные. Сказать, что продукты действительно ядовитые, мы не можем, да, но все зависит от количества, которого мы принимаем. Я, во-первых, вообще никогда не пью вот эти сладкие напитки, были бы с сахаром или аспартамом, или стевией, мне, кстати, все равно, потому что самое хорошее питье – это вода, во-первых. А если газированная, ну, да, блин, это, ну, природная газировка, когда пишут, что просто вода газирована. Да, тоже, конечно, да. А вот эти все сладкие напитки, то, что действительно государство делает, и я думаю, это очень положительно, что повышает вот этот акциз. И вот если мне спросить, я бы с удовольствием, что бутылка такой лимонада стоила бы 10 евро, я бы радовалась только. Чем меньше бы покупали, тем лучше, конечно. Ну, а так, ну, если мы говорим, мы же можем в магазине покупать, купить алкоголь, и если мы их употребляем в нормальных дозах, тогда это может сказать и неплохо, но если человек злоупотребляет, конечно, и тогда можно сказать вообще, почему разрешают продавать алкоголь. Также насчет сладких напитков, мы знаем, что действительно должна быть какая-то умеренность, но я бы, если уже вообще говорить с молодыми родителями, самое главное не дать первый раз попробовать, а потом действительно родители говорят, ну, мой ребенок не может без этого, да, но кто, кто научил, научили же мама, папа, может быть, бабушка, дедушка, так что насчет вот этих сластителей, я не скажу, что они яды, но я тоже, я не покупаю ни один продукт с искусственными сластителями. Сейчас, кстати, неплохие слова насчет стевии, который считается таким естественным, но все равно мне в целом мне не нравится вот этот искусственный сладкий вкус. Вы сказали, что вот вы против растительных жиров и вообще вот это очень плохо, когда жарят. Нет, я не сказала, что против, я сказала, что во-первых, в дозах, да, потому что 100 грамм растительного масла это 900 калорий, это огромная калорийность. Больше, чем половина дневной нормы. Если столовая ложка такая, ну, хорошая, большая, это 20 грамм, это уже 180 калорий, но хорошее растительное масло очень хорошо добавить к салату, сделать какие-то, но не жарить, не, да. Но все равно мы в своей жизни, наверное, не сможем исключить навсегда какую-нибудь жареную котлету, отбивную, иногда это могут быть сладости, булочки и так далее, мы все равно в этом во всем живем, иногда мы, наверное, себе это позволяем. Может ли человек пребывать в нормальном весе, его поддерживать и не толстеть, если у него средняя активность, он там несколько раз в неделю занимается спортом, в общем, питается хорошо, правильно, но иногда там раз в неделю себе что-то позволяет. такое? Нет, конечно, но первое, что я хочу сказать, что можно готовить ту же котлету по-разному, можно взять сковороду, налить там растительное масло, там прожарить в масле, а можно эту котлету взять и поджарить в духовке, да, можно использовать сейчас разные формы для выпечек, бумага для выпечек, разные хорошие, если помнить какие-то советские времена, когда у нас посуда кухонная довольно страшная была, сейчас все возможности готовить более полезно, да, а во-вторых, то, что хочу заметить, что надо различить праздник и будние дни, если у нас праздник, ничего, я думаю, это даже очень хорошо, что у нас будет хороший торт, может быть, какая-то хорошая выпечка и те же там котлеты или, но будние дни мы не можем кушать так же, как по праздникам, и часто люди вспоминают и говорят, вот в старинные времена там люди кушали сало и масло и жили сто лет и вообще что только нет, ну, во-первых, жили намного меньше, чем теперь, конечно, развивается медицина, а во-вторых, ну, не сравнить, как люди двигались, как работали и как это сегодня происходит, да, и я читала только что такую интересную статью про разные поколения, вот я, например, поколение Х, которое в советских временах родилось, и у нас совсем другие мышления от поколения, которое родилось начиная с 90-го года до 2000, эти называемые миллениали, они совсем по-другому думают, а вот поколения, которые уже после 2000-го, которые уже с двухлетнего возраста уже играют в iPad или iPhone, ну, я не знаю, что с ними будет, да, так что мы очень-очень разные по своему мышлению, но здорово хотим быть все. Так, был у нас звонок, да, и вернулся добрый день. Здравствуйте. 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 Скажите, такой у меня вопрос, а если вот вы говорили, что растительное масло оно вредно, то в принципе не так, а разница между растительным и оливком, она существует, если, скажем, именно жарить продукты, или разницы особо никакой нет? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Нет, я не говорила, что растительные масла плохие, я говорю, что с ними надо, ну, обходиться так осторожно. Во-первых, держать в холодильнике, самая хорошая упаковка для растительного масла, это тёмная стеклянная тара, а не пластмассовая бутылка, которая, может быть, стоит всё время в кухне, может быть, под действием солнечных лучей. Если вообще масло термически подвергать, то это два масла, это оливковое и рапсовое масло, потому что состав этих маслов в основном содержит мононенасыщенные жирные кислоты и они более стабильные в температуре, тем, может быть, по сравнению как подсолнечное, как кукурузное. И, кстати, подсолнечное масло, наверное, всё равно самое популярное, потому что самое дешёвое и действительно хочу сказать, что в нём жарить не надо. но добавлять к салату и, пожалуйста, это даже очень хорошо. Так что все масла содержат хорошие жирные кислоты, только в основном старайтесь не жарить и особенно в таких больших температурах, когда мы ложим сковородку на огонь и когда появляется дым. Раскалённая. Раскалённая, да. Ещё два вопроса есть к напиткам популярным, без которых не обходится, наверное, ни один человек, это кофе и алкоголь. Есть такое предположение, что тот, кто пьёт кофе, даже если это чёрный, без молока, без сахара, всё равно, если ты его пьёшь, ты не похудеешь. Полностью наоборот. Кстати, кофеин даже добавляется пищевых обогатителей для похудания, а во-вторых, сейчас кофе наоборот считается очень хорошим напитком. Единственное, действительно, если у человека повышенное кровяное давление, может быть, тахигардия, проблемы с сердечным ритмом, есть осторожность. А так, с другой стороны, сейчас до четырёх чашечек в кофе в день, это даже считается обязательно, это как профилактически против жирной печени, против сахарного диабета, подагра, да, так что вот сейчас кофе считается, и, ну, я хочу надеяться, что это не потому, что те, которые производят кофе, оплатили такие исследования, но это очень серьёзные исследования, да, говорят, и, да, хорошее кофе, хорошего помола, четыре кружечки в день, супер. С алкоголем, что, я думаю, что не так вы будете оптимистичны? Да, конечно. То есть, можно не есть целый день, выпить три бокала вина и всё равно не худеть или там виски или ещё чего-нибудь? Ну, с одной стороны, алкоголь даёт очень большие побочные явления, это не только лишний вес, это печёночное заболевание, это, ну, наверное, сейчас даже, ну, то, что людям хочется говорить, что красное вино это супер, это надо, но, опять же, всё зависит от дозы, да, и это не, мы знаем, что сейчас можно купить стаканы для вина очень разного размера, ну, такие большие, красивые, это 750 миллилитров, и если человек говорит, я же доктор, только один стакан, да, это одна бутылка, в принципе, это доза 150 миллилитров, но очень редко видно, что если люди открывают удаём бутылку вина, что там много остаётся, да, что выпили там вдвоём 300 миллилитров, так что опять про эту дозу, и, конечно, очень индивидуально, да, надо смотреть, потому что, ну, если опять же помнить какие-то 30 лет обратно, люди пили в основном, когда были какие-то праздники, а сейчас если пятница, вот как сегодня, уже праздник, ну, как же пятница, это же вечер, это же, ну, и очень часто люди говорят, да, я прихожу с работы, мне надо снять стресс, да, и тогда это же или пиво, или вино, и, конечно, аппетит очень улучшается, да, и снижаются тормоза, и даже если вот две дамы решили выпить хороший, там, бокал вина, сначала немножко сыра, потом еще сыра, потом еще виноград, потом еще, может быть, ну, вот это как-то связано очень. У нас минута до конца эфира остается, что вы можете порекомендовать, вот, как правильно питаться, что это, что можно, что нельзя, какие-то вот коротко-коротко, тезисно. Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что в веб-сайте Министерства Здравоохранения есть 10 принципов правильного питания, где можно прочитать, и то, что надо больше, это действительно овощей и фруктов, как минимум 500 грамм в день, особенно сезональных, особенно местных, пить хорошую воду, обязательно 2 литра, или даже больше, если физические активности, и думать позитивно. Вот, вот все главные секреты. Спасибо, глава Латвийской ассоциации специалистов по питанию, диетолог и профессор Рижского университета имени Страдания, Лолота Неймана, была у нас в студии, спасибо, всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова